всем привет те кто увлекаются зимней рыбалкой наверняка знают что такие вот мормышки которые называются уралочка отлично себя зарекомендовали на зимней рыбалке на них хорошо идет окунь также неплохо идет плотва если вам интересно как изготовить такую мормышку то это будет сейчас в этом видеоролике для изготовления выбираем подходящий крючок номер я вам говорить не буду тут уже каждый подберет под свои условия ловли сам откусываем от него шляпку ушка вот это вот и зачищаем снимаем наружное покрытие чтобы можно было его дальнейшем залудить если у крючка чуть-чуть изогнуто жало его можно выпрямить обычными плоскогубцами также понадобится либо латунная либо медная пластинка если у вас таких нету отлично подходит обломок от телевизион или радиоантенны также состоит из латуни просто его разрезаем вдоль и распрямляем даже вот так вот будет достаточно теперь нужно вырезать что-то в виде капельки размер вот этой капельки это и будет как раз форма тела нашей будущей мормышки носик должен быть ровным широкая часть чуть-чуть загнутую для пайки очень хорошо подходит винная пробка такая длина нам не нужна отрезаем кусок прикидываем примерно длину будущей мормышки также отрезаем включили греться паяльник в это время вот эту вот блестящую часть тоже надо маленько зачистить шкуркой чтобы также к ней отлично прилегала ну и внутреннюю часть также немного подчищаем если этого не сделать то олово может где-то уйти в капельку и не плотно прилегать к краям паяльник нагрелся теперь при помощи паяльной кислоты обрабатываем заготовочку ее надо залудить также обрабатываем крючок также надо будет перед пайкой залудить хорошо не видно крючок облудил заготовочку тоже так сперва делаем капельку налогнутой части от узенького ведем краешку все капелька готова пока припой остывает надфилем делаем небольшое углубление полукругом пробки берем маленький кусочек мокрой тряпочки я делаю для того чтобы вот этот вот припой после того как я начну впаивать крючок не не расплавился так вставляем в этот пропильчик с этой стороны в пробку втыкаем крючок все выравниваем поджимаем чуть-чуть капаем паильной кислоты и пропаиваем чуть-чуть держим наклон чтобы олова от носика уходила краешку если где-то раковинка опять кислоты запаиваем вот что получилось в принципе мормышка готова осталось только просверлить отверстие если где-то есть небольшие неровности это можно все легко доработать надфильм может быть это и не самый простой способ изготовления но зато допустим у нас такие мормышки стоят под сотку я потратил минут десять мне уже готовая отверстие делается чуть-чуть наискосок примерно ну градусов 45 наверное вот края и ближе к центру можно просверлить можно сделать обычным шилом как бы здесь не принципиально засверлил таким вот тонким сверлом и как и сказал это можно сделать обычным тонким шилом теперь сверлом потолще снимаем фасочки вот такой вот угол у меня получился как и говорил примерно 45 градусов мормышка практически готова осталось его покрыть только вакуум еще раз повторюсь способ конечно не из самых простых если у вас есть свободное время и вы что-то любите делать своими руками не побежать в магазин и покупать думаю вам понравится ничуть не хуже покупных она будет работать и можно сказать там почти соточку я сэкономил лак высохнет покажу конечный результат итак друзья лак подсох теперь с помощью обычной иголочки после лака поправляем отверстие остается сделать последний штрих одеть бусинку и зафиксировать и я буду фиксировать и обычной изоляции с помощью шилу накового отверстия чтобы удобнее было и спокойно вот отдел как вы могли убедиться потратил я на изготовление не больше 15 минут ну плюс у меня лак еще сок 10 минут ну грубо говоря даже если вот полчаса времени у вас свободного есть вы спокойно можете сделать вот такую вот отлично работающую мормышку которую многие называют урал очка а на этом у меня все всем кто досмотрел видео до конца спасибо за просмотр кому понравилось ставьте лайки кому не понравилось ставьте дизлайки подписывайтесь на мой канал всем спасибо за просмотр и до новых встреч всем пока